Здравствуйте и добро пожаловать в видеоинструкцию по сборке деревянного конструктора от компании ТАРК. В этом видео речь пойдет о модели пистолета Макарова, разработанного оружейным конструктором Николаем Федоровичем Макаровым в 1948 году. Сборку начнем с того, что внимательно посмотрим на коробку и ее содержимое. Конструкторы фирмы ТАРК изготовлены из экологически чистого дерева и упакованы в коробку из плотного картона, запечатанную в целлофан. Это исключает потерю деталей при транспортировке. На обратной стороне коробки показана принципиальная схема о модели после сборки, из которой хорошо видно устройство механизма оружия. Откроем коробку и изучим ее содержимое. Открывайте коробку аккуратно, не торопясь. Открыв коробку, внутри вы увидите инструкцию и под ней детали набора. Обязательно внимательно изучите инструкцию и прочтите ее до сборки. Обращаю ваше внимание на то, что последовательность сборки при желании может быть изменена, но только опытным моделистам. Старайтесь придерживаться шагов, которые описаны в инструкции. Отдельно отмечу то, что для упрощения сборки окраску деталей по прилагаемой схеме необходимо выполнить до окончательной сборки всех деталей конструктора. Извлекаем из коробки детали набора, инструменты, клей и лак. Обратите внимание, что мелкие детали набора, необходимые при сборке винты, хранятся отдельно в металлической баночке. Все деревянные элементы набора вырезаны с использованием современной техники, станков с ЧПУ и более сложного оборудования. Таким образом, на деталях практически отсутствуют заусенцы и прочие дефекты. Однако, брать в руки детали все равно стоит осторожно и обязательно шлифовать их при помощи идущей в комплекте наждачки, чтобы впоследствии избежать заусенцев, особенно во время игры. Начнем сборку конструктора. Детали в наборе достаточно крупные, поэтому вы можете при сборке извлечь их из коробки сразу все. Однако, если на вашем рабочем столе мало места, лучше держать детали внутри коробки до завершения сборки конструктора. Большую часть детали конструктора необходимо будет склеить при помощи идущего в комплекте клея ПВА. Многие детали крепятся и устанавливаются при помощи специальных деревянных штифтов. Если использование такого штифта необходимо при сборке деталей, при приклеивании обязательно убедитесь в том, что этот штифт входит в соответствующее отверстие без каких-либо проблем. При желании вы можете использовать свой клей, однако преимущество клея, идущего в наборе в том, что он достаточно быстро высыхает. Это упрощает сборку. Достаточно будет прижать некоторые детали на 10-15 минут, подержать их в таком положении, и клей уже схватится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как я уже отмечал ранее, окрашивать детали набора мы будем до сборки. Окраска будет производиться при помощи прилагаемого к набору водорастворимого лака. Окрашивание деталей необходимо выполнять, придерживаясь следующей техники. Во-первых, необходимо красить так, чтобы кисточка не отрывалась от поверхности. Это позволит избежать наслоения лака и появления ненужных градиентов. Во-вторых, необходимо избегать потеков краски. Внимательно следите за окрашиваемой поверхностью со всех сторон и растушевывайте все образовавшиеся потеки. Если их оставить, в этих местах дерево потемнеет сильнее, и это будет смотреться некрасиво. В-третьих, работайте достаточно быстро, но аккуратно. Если вы будете красить медленно, то в некоторых местах лак может уже высохнуть, и повторное нанесение лака сделает эту часть темнее. Старайтесь также наносить лак слой за слоем. Если вам покажется, что деталь получилась недостаточно темной, повторное нанесение лака нужно осуществлять только через некоторое время. Необходимо дать ему высохнуть. В среднем на это уходит от 20 до 30 минут. Завершив окраску деталей, дайте им как следует просохнуть. После чего вы можете перейти к окончательной сборке конструктора. На этом этапе наносите клей очень аккуратно. Если боитесь ошибиться, при помощи карандаша обведите детали для того, чтобы излишки клея не помешали уже окрашенным поверхностям. Я наношу клей на неокрашенную поверхность, причем делаю это тонким слоем. Это сведет к минимуму возможные потеки клея. Обращаю ваше внимание на то, что некоторые детали необходимо будет фиксировать. Для этого можно использовать модельные зажимы, струбцины или, например, банковские зажимы. При использовании банковских зажимов будьте осторожны. Обязательно прокладывайте что-то между ними и моделью. В противном случае они могут оставить на деревянных поверхностях вмятины. В конце собираем механизм оружия. Курок пистолета собирается из двух деталей при помощи деревянных штифтов малого размера. Эта деталь впоследствии будет подвижной, поэтому в соответствии с инструкцией выступающие части штифтов нужно сточить при помощи наждачной бумаги. Для того, чтобы механизм действовал, его необходимо соединить при помощи резиночек. Идущие в комплекте резиночки достаточно прочные, однако в случае их повреждения вы можете легко их заменить. В качестве альтернативы вы можете использовать банковские резиночки, которые продаются в любом канцелярском магазине. Однако они длинные, и при использовании их нужно будет сложить восьмеркой. Для того, чтобы уменьшить риск истирания резиночек, необходимо сошлифовать все острые углы, в которых они могут касаться. Причем не только изнутри, но и снаружи. Для этих целей среди инструментов в наборе есть напильник. Завершая сборку основной части пистолета, привинчиваем оставшуюся главную деталь корпуса при помощи идущих в комплекте шурупов. Я не рекомендую приклеивать эту деталь для обслуживания механизма пистолета. После того, как корпус пистолета собран, переходим к приклеиванию детализации. Приклеиваемые детали очень тонкие и после нанесения лака могут искривиться. Их необходимо будет прижать к корпусу. Это можно сделать, как уже отмечалось, при помощи зажимов, струбцин. Если их нет, вы можете приклеить их, прижать на некоторое время руками, а затем положить под груз, например, из книжек. Если вы будете пользоваться этим приемом, обязательно убедитесь в том, что детали приклеены ровно. Детали конструктора, имитирующие целик и мушку пистолета, нужно будет немножко доработать для установки на модель. Отверстие под мушку круглое, при том, что она сама прямоугольная. Для упрощения установки мушки, ее нужно слегка сточить напильником. Целик также нужно зашкурить, для того, чтобы он легче входил в паз. После установки всех мелких деталей и окончательного высыхания клея, вы получите собранный конструктор. Надеемся, что сборка у вас получилась и доставила вам удовольствие. Следите за анонсами новых конструкторов, подписывайтесь на канал. Всего доброго!